здравствуйте ребята в основном это видео касается людей как правильно сказать ребят школы людей которые хотят заняться программированием серьезно и основы вот это вот статья сейчас поймете почему как вырастить востребованного программиста так я некоторые моменты буду отключаться продумывать еще я где-то прокомментирую вот эту статью которую я вчера писал обосную почему она создалась эта статья то есть почему я написал сначала для тех кто начал с этого видео цель школы школа работы с 2013 года занимаясь я программировать с 2009 года значит цель школы просто помочь людям возможно вас мелко видно на слух воспринимайте помочь людям которые не заканчивали специальные высшие заведения по программированию начать программировать и довести участника до момента когда он начнет шагать сам это получается уже давно получается ребята находят работу ребята начинают писать код формулировка школы да то есть она остается той же цель в любом случае помочь людям в моем представлении это человек который например работает какой-то другой работе но все же есть у него вот тут подложечкой сосет хочу писать код хочу писать код да то что получится это сто процентов ребят но когда у меня стал вопрос просто меня постоянно критикуют за это сайт да он был написан 2014 году в конце и вот пришел вопрос сейчас мы увидим новый сайт который я пишу и вот это видео поэтому записано да то есть метод немножко поменяем так вот до критикуют потом несколько лет только писал уроки практически уже на более 17 суток видео до в школе и за последние три года два с половиной три уже сложилась устойчивая система обучения то есть в этой статье все есть да и вот здесь я хочу сначала показать замысел да ребят вот честно скажу начал я переписывать спб переписывать с февраля 2019 сейчас июль я еще не переписал на самом деле это не так просто то есть по сути дела ну взял и там написал сайт пусть там за 3 за 4 недели это просто да с одной стороны но с другой стороны это не так просто почему вот суть что теперь то что я собираюсь делать сайтом мы будем изучать в школе почему ребята вот будете читать статью и все поймете да что здесь возникает масса нюансов масса нюансов ну давайте я покажу пока набросок и потом покажу чем мы займемся в школе сейчас до набросок покажу то есть ну понятно что первое когда феврале пришло за эти годы собралась это было удобство то есть по сути дела здесь вопрос уже будет решен левое меню будет отвечать за выбор раздела например вы был выбрал жанга а меню такое будет отвечать за ориентирование по разделу разные версии жанга то есть ну просто понятно все в пределах одной страницы но ведь дело в другом вот смотрите за эти годы до сложилась система обучения то есть выросло довольно большое количество программистов кстати буду записывать сейчас ссылочки которые я вам потом дам почитать дополнительно и так не переписал потому что не потому что там не умею или не знаю а потому что когда стал вопрос о переписании сайта а уже есть определенный опыт то начинаешь понимать например на данный момент на данный момент спд спб он кастомный есть основной шаблон все делает неудобно первое что я сделал я поставил три задачи и это все будем делать школа первая задача дизайн так сейчас я вот так и так здесь основа основная цель заключалась в чем что на самом деле на данный момент я понял что дизайн должен быть полностью разделен полностью разделен таким образом чтобы абсолютно каждый элемент сейчас секунду секунду то есть абсолютно каждый элемент мог редактироваться отдельно при этом четко чтобы мы понимали что другая часть сайта не будет затронута здесь нам придется рассмотреть то есть разные где то каждый элемент редактируется отдельно смысл поняли да и все это конкретно вкладывается в шаблоны да то есть мы используем я ранее говорил но в школе мы сейчас к этому уже приступим где-то на в бар базе да то есть только отдельно в бар кабинет базовая кабинета дальше поехали по тем же курсом вы будете свое делать да где мы уже пользуясь таким вещами как допустим если взять сейчас сейчас так я не вижу этой страницы если взять вот это меню то допустим мы его уже просто только вставляем и так далее у вас будут свои меню идея ребята идея такая что именно в стиле джанга разделить вот это основная вещь тогда можно работать на сайтам все остальное время которое вы потом будете уделять здесь с этим вроде как разобрались то есть вопрос первый стал и я его решил да практически так а теперь вопрос на который я и пишу для которого сделано это видео система обучения я сейчас не буду комментировать статью хотя вроде как собирался потому что ну времени не хватит чтобы все рассказать можно книгу написать система обучения программированию ну давайте представим то есть я вырастил не одну сотню программистов начали ребята устраиваться на работу и ну много чего но теперь смотрите ведь просто переписать сайт нет смысла то есть готовилась последние три года система она как к ней вот я приходил сейчас покажу вконтакте кстати у нас новости школы можно смотреть вконтакте спб нижнее подчеркивание тут ну например то есть что я делал ребята которые выполняли домашние задания я их направлял почему потому что когда человек выполняет домашнее задание ну вот возьмем пример я его тоже добавлю так это чуть позже сейчас секунду а вот Дмитрий Нак да интересный парень то есть ну например секунду я добавил вам ссылочку то есть Дмитрий выполняет в своем ритме у нас каждый в своем ритме уроки кстати это сейчас длинное видео да потому что хочет рассказать о уроке по 10 минут и я вижу он серьезно занялся ООП говорю Дим пройди Киви для чего для того чтобы понять проектирование приложений там очень хороший метод выложен и вот прошло время он записал себе и бац лето он делает и пишет мне в группе недавно что это я ваше домашнее задание выполняю и подбираюсь и тут смотрите вот в чем суть и тут вылазит ноны да ноны то есть Дмитрию сразу я даю вопросы по ноны да те кто ребята школы будет выполнять домашнее задание они поймут потом по урокам этот контекст но Дмитрию здесь я объясняю что ноны это целый пласт это целый пласт правильного написания Ребят я сейчас прошу ко мне не цепляться потому что я пытаюсь объяснить суть сейчас я ее проговорю полностью да но хочу как бы чтоб каждый услышал свое и вот это все время я постоянно направлял людей и делал себе пометки делал пометки то что ребята хотят делал пометки то что ну все а теперь давайте представим то есть практически школа работы с 2013 года цель одна да основная то есть есть человек извините что я буду где-то повторяться есть человек вот под ложечкой гложе все время хочу писать код хочу писать код хочу программировать да надо попробовать человек не может войти в язык кстати я года полтора в 2009 году не мог войти в язык ну непонятно многое да но в школе вот и было создано вот это простое простое обучение то есть уроки для новичков где люди действительно входят даже шести лет занимаются я знаю так вот что мы получаем то есть цель остается потом ну давайте рисовать все не нарисую все будет в обучении и дальше вложено то есть на сегодняшний день для того чтобы человек начал программировать материала ну выше крыши да но теперь давайте вот у нас первый квадратик да первый этап то есть человек входит в язык будем говорить так в школе достаточно видео уроков и что для этого надо понятно да для этого надо чтобы человек в первую очередь допустим желательно начал с пайтона потому что точно поймет второе надо типы данных все вы будете знакомиться надо операции но вход в язык вход в язык не дает того понимания которое хотелось бы это человек вошел в язык да а после в школе есть уроки по джанго уроки сейчас поймете к чему это все я говорю секундочку практика здесь написано практика python op да но на самом деле здесь намного больше то есть это самостоятельная работа кроме видео уроков в группе где я направляю вопросами и человек формирует навыки и вот теперь нет еще не проговорю основную цель видео смотрите вот первый этап берем да первый этап человек вошел в язык вошел ну грубо говоря пишет простой код понимает отличает список от словаря делает первые действия но как правило какой-то наработанной системы нету эта задача тоже в школе решалась последние два с половиной три года и оказалась довольно простой то есть по сути дела это идет второй период и здесь мы какие зависимости были введены вот смотрите логика да очень простая на самом деле будем говорить скажу честно вот я сейчас не хочу другие школы трогать другие системы я буду рассказывать о себе о своих участниках о моем понимании меня есть люди которые хает которые и есть которые воспринимают и пишут код то есть люди которые готовы учиться да этап становления именно над ним я работал последние три года вот так помогая участникам поэтому я и говорю что в этой статье которую я показал да так это немножко другая но я ее так вот вокруг которой мы сейчас и будем работать да в этом видео и я говорю вам почитать потому что каждый как вырастет востребованное пространство сейчас поймете ребят ну говорю я вот есть у меня вот вот это вот душе вот этот вот вы знаете вот этот прилив энергии я хочу чтобы вы почувствовали что сейчас мы будем вместе все это делать ну бывает вроде уже дядька не молодой но вот вот все вырывается изнутри и все так вот смотрите конечно это благодаря ребятам школы Сергею Асачеву Сереж я вам говорю ответственно мне пишите историю о себе потому что мне ребята на ютуб уже пишут что опять Асачий я его сам мол придумал Сереж ну пишите что вы реальный человек просто есть Дмитрий Нак есть вот забыл фамилию парня который мне помогал диск подбирать но он вспомнит меня да когда говорю то есть ребята очень активные Миша Беляковский недавно пришел парень из Минска вот тут он у меня вконтакте есть Эдуард Асанович вот понимаете в школе людей очень много но есть ребята которые ну вот ну не боятся писать так вот Эдуард Асанович меня натолкнул на одну мысль то есть человек бухгалтер нашел мою школу давно может как он писал ну когда пришел ну еще это несколько месяцев год назад да ну некрасивый дизайн увидел какую-то другую школу там написали что он пойдет на работу заплатил деньги отучился ничего не понял пришел ко мне и вот он пишет недавно да недавно я пишет что я создал свой первый метакласс а это всего несколько месяцев обучения и недавно я нашу переписку выложил где он писал я благодаря вашим урокам сдвинулся я это реально вижу человек понимает да у меня такой принцип кто активно работает я тому помогаю но те ребята которые допустим имеют меньше времени они читают эту переписку берут что-то для себя и вот Эдуард подсказал у меня бродила мысль давно сделать еще один раздел это по приему на работу то есть сейчас поймете меня да хорошо чтоб не получилось так что я себя хвалю нет ребята я четко понимаю что на ноги я программиста вставлю но не об этом сейчас видео становление и понимаете я скажу честно года три назад я просто писал уроки а потом удивлялся человек пишет я там начал программировать табло это был первый парень что начал зарабатывать деньги программированием а я себе сижу и думаю а как так вот он делает я вот пишу уроки и все и стал вопрос вот в этом становлении вот эти ребята активные когда я их начал направлять вот эти все тонкости они полезли и сформировались в определенную систему а вот теперь вот здесь я напишу система мы с вами разберем а что должно предполагать востребованный программист то есть как его вырастить формулировку четкую здесь и и и здесь внизу здесь внизу здесь внизу еще сейчас соображу подождите вот метод вместе сейчас я поясню а здесь сразу пропишем формулировку уж извините всегда ругаюсь за то что я пишу и трачу время но кому надоело просто спокойно ну закройте и все ладно я остановлю видео напишу так вот смотрите я дописал два пункта сейчас поймете вот видео пишу вот это ради этого пункта давайте я его сначала объясню а потом поговорим о становлении смотрите вот начал я переделывать сайт я говорю прошло много времени да вроде бы начинаешь делать и когда вы будете читать статью поймете нюансов то много а эти нюансы надо вложить сайт и тут я понимаю что бац ага бувсуновский стоп это твои мысли но так не должно быть ведь почему эффективно когда я помогаю ребятам в группе да вот делает вот как вот диминак да говорю что вот сейчас пройди нона то есть почему потому что это выплывает в момент нужный ложка дорога к обеду и тут я понял да у меня есть план я не буду вас пугать потому что там все мелко исписано вот вроде этой статьи да много наработок этих и сейчас надо вложить систему я подумал стоп если мы я много лет работал на то чтобы вообще программист начал программировать и дальше как бы хочу иду хочу нет то не проще ли мне сейчас вот это свой опыт вложить в уроки и дать домашние задания получается ребята развиваются раз и в их домашних заданиях сразу видно ага это пошло хорошо это плохо и это можно вкладывать в новый сайт тогда система будет живая вот поэтому я и писал эту статью вы знаете ведь я этот вопрос крутил уже несколько месяцев а потом думаю нет сначала сначала думаю так сейчас заканчиваю пока писать уроки делаю только сайт начинаю делать только сайт упираюсь в мелочи да начинается там становится вопрос как выразить контент да вот сейчас дальше поговорим да с чем мы займемся первое время сразу понятно что надо чтобы в статье были разные виды контента а потом думаю а надо же это обкатать а как это лучше сделать в дизайне а как этот раздел должен выглядеть и когда я только чувствую что я начинаю додумывать это уже не не система мне надо отклик от ребят вот как асачи делал постоянно эти домашние задания его направляю он делает я понимаю вот это понятно вот это непонятно вот тут надо работать поэтому смысл моего видео такой сейчас ну мне еще надо сейчас с момента ребята а то будете смотреть через год два сейчас 18 июля неделя две и в конце видео расскажу с чего мы уже пойдем дальше то есть то что я планирую системе мы будем делать вместе то есть я буду сначала писать урок потом пока вы будете делать задание я для себя выберу и мне полезно и вам полезно потому что вы уже будете расти как программисты ведь ребята вот изюминка смотрите ведь смотрите прошло много лет с момента да и я программирую сайт это использование языка использование жанга использование но вот эти мысли сейчас и будете и вы получать и делать это на практике то есть опыт разработчика воочию это вам нужно так вот смотрите не ругайте меня сейчас что я не целостно рассказываю я хочу каждый поймет свое так вот работала школа ставились на ноги и тут Эдуард Асанович когда ну пришел человек вот у нас Миша Беляковский поменял работу в 30 лет Эдуард вот хочет строиться программистом я ему говорю ты ж не сиди не жди вот изучил иди на собеседование там сказали тебе первое второе третье поработал над этим вот там он тот спросит а что это что это ну разбирается сам это важно и я думаю ну что бы сыновский наберемся мужество и сделаем вот это вот давай поставим цель как вырастить востребованного программиста то есть программирование вход в язык мы освоили сейчас система установления она есть но осталось то надо добавлять чтобы программист был востребованный вот здесь мы сразу скажу третий пункт мы будем добавлять рынок ну то есть то что сегодня востребованы знания на рынке мы будем сделать такой раздел и кому интересно будем работать над этим да грубо говоря знания ко времени понимаете меня теперь давайте остановление вот этот вот эти вещи над ними я работал последние три года и работа двигалась конечно же благодаря участникам которые добросовестно росли то есть они трудились я подсказывал а теперь вот давайте логически размышлять а что такое становление сначала давайте систему да какова наша цель ведь какая у новичка система никакой новичок спрашивает а какой язык изучать то есть здесь мы решили вопрос не в языках дело надо по рынкам поэтому в школе взять мобильный рынок и веб рынок запомните любите вы не любите но серверное программирование для вас должна быть основа самый простой способ понять серверное серверное программирование это работать джанга потому что на сегодняшний день любые приложения стараются обмениваться хорошо подходим становление для того чтобы человек стал на ноги нам нужно первое есть разница ага сейчас добавлю эти видео прочитаете эту статью правильный подход к программированию то есть есть большая разница с чего человек начнет какие вопросы будет задавать первое давайте вот я дал тоже видео в той статье которую показывал той статью вот пришел парень торис с казахстана да и я же постоянно рекомендую сейчас поймете я рекомендую посмотреть видео то есть здесь есть два видео это система программирования да и система программирования в школе то есть очень важно когда человек посмотрел видео и для себя вот как тори делал составил план наличие плана и понимание плана как я буду изучать язык как я буду отслеживать что я понимаю как я буду как я буду понимать куда я двигаюсь понимаете то есть это однозначно и вот это есть база да в школе то есть я даю это видео и довольно доступно объясняю с этого надо начать план не просто посмотреть видео а составить свой план второй пункт есть разница ребят сейчас на слух там видео это говорится я сейчас просто расскажу вот смотрите на своем примере в 2009 году я не раз рассказывал историю я когда начинал изучать python я прочитал статью одного из разработчиков google который писал отдайте языкам 10 лет чтобы стать профи изучите десяток языков а я себе сижу и думаю тут бы один выучить и это было огромной ошибкой это продолжалось года 4 и вот наступает тот момент смотрите я изучал функции python и для меня была функция python это и начало мира и конец мира то есть функция python вот я себе представлял что это может быть только так но потом я столкнулся с gc и там было первое что это функции высшего порядка а я себе сижу и думаю так оказывается они бывают и высшего порядка и главные и первого уровня и вот тут до меня дошло какую ошибку я тогда совершил вы ее не совершите ни в коем случае сейчас смотрите когда мы это вот первый вариант то что я сейчас рассказывал это изучение языка мы изучаем язык и мы свой мир ограничили у нас не будет на выходе написание на других языках почему потому что мы не знаем как поступиться но как только мы допустим добавляем к python плюс kotlin то есть второй язык программирования при этом один язык с динамической типизации второй со статической типизации то вот эти все вещи начинают выплывать здесь хоть меня ругают за осадчиво но я расскажу про сережу вот он писал сейчас я постараюсь найти статью и тоже ее дать в общем просто расскажу что он тогда в раз четвертый проходил функции но я написал что надо изучать kotlin тогда еще это уже понимание было но как донести вот как сейчас я правильно не знал потому что надо было вот это все отработать проработать пропустить через себя и он начал и да было очень тяжело было сначала путаница но потом он начал писать и на том и на другом языке легко переключаться так вот смотрите когда вы начинаете писать на двух языках вы изучаете не язык а начинаете изучать программирование почему понимаете все языки схожи все языки имеют которые мы изучаем современные да типы данных все языки которые мы изучаем имеют классы все языки имеют функции функцию я вообще ставлю сейчас в центр потому что это королева во первых мы используем функцию как много раз используем используемую простым языком программу во вторых классах это метод это та же программа но в классе просто называется метод да то есть это королева так вот но мы начнем то что мы пишем на разных языках разный код это фигня все это неважно это все быстро адаптируется а вот то что мы начинаем из себя вынимать все эти мелочи то есть котли нас вынуждает статику посмотреть а какая функция какое а какого она уровня а какие там типы данных как передаются а сколько и на отличиях мы начинаем анализировать даже не сознавая того и сначала переключение идет довольно сложно но потом легче 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 но потом мы замечаем на выходе что если мы допустим залазим в gc мы не берем там не читаем весь язык а идем допустим функции читаем а что здесь за функции ага здесь функции высшего порядка и нам уже понятно как писать услышали меня зачем изучать два языка потому что Эдуард сказал вот забросил котлин пока вот туда нельзя забрасывать нельзя то есть по сути дела второй пункт это нам чтобы было вот это становление нам нужно изучение сразу двух языков чтобы нам выйти на уровень на уровень именно изучения не языка а программирования чтобы писать на любых языках но этого мало нам нужно еще несколько алгоритмов которые уже есть в школе но теперь надо их заложить новую школу немножко по-другому первое это help help напишу да здесь очень хорошо я там статью почитаете подметил Михаил Беляковский вот я много говорил это в уроках что люди не умеют читать доки да смотрите новичку ведь согласитесь кто новички он боится командной строки вот написал командной строке что-то где-то извлекается и новичку понятен только вот этот вот смысл вот этот клочок то есть грубо говоря он там пишет там а там присвоить значение бла-бла-бла и извлечение там нечего да и новичок смотрит вот на этот кусок кода все мира нет это как водитель который только сдал на права вы видели когда-нибудь ну сами же были все такими этот человек ни вправо ни влево этот руль уцепился смотрит только вперед махай не махай грубо говоря все равно и вот такая же ситуация здесь и что телега впереди лошади и она стоит ребята то есть что новичок делает ему проще написать всю целую функцию ага понятно но ведь это неверный подход верный подход первый мы написали только излечение данных а в голове в голове созрело ага а вот так я напишу функцию для того чтобы излечь уже пошла мысль работать мне надо взять базу данных мне надо то 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 ага я там проверю экзепт использую или там то 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 вот так правильно значит в школе я это говорил постоянно Михаил просто это понял и начал обращать внимание на справку а я всегда говорил так и говорю ребята вот смотрите мы с вами пишем урок делаем код вам сейчас надо пойти и найти это в справке и многие это упускают то есть от урока и кода к справке легче идти потому что сразу с нуля от справки к коду не получится пойти потому что вот это вот ограничение которое я рассказывал оно в умах сразу новичка потому что не хватает знаний но мы легко решаем этот вопрос потому что сейчас мы подключаем джупитер уже подключили есть джанг 2 и начинаем больше работать с командной строкой чтобы вот этот опыт нарабатывать но этого опять мало для становления ведь в чем и опять же это миша береговский заметил вот это это не мои слова это слова того программиста статью которого я читал уже 10 лет назад он писал программист не тот кто все знает все знает а тот кто может быстро найти и пользоваться справкой то есть писать сходу но ведь этот навык нету его у человека его надо формировать этот навык в школе успешно прошел вот испытание когда мы формировали при помощи раздела практика python oop смысл здесь заключался заключается в следующем так сейчас посмотрю это раздел самостоятельной работы группе но он архиважный да тут вот много страниц но смысл здесь один я формирую вопрос и решение а уже по этим решениям легко работать с поиском то есть что происходит в этот момент ребят смотрите начинает формирование база формирование базы база а как задавать вопросы как задавать вопросы по типам как задавать вопросы по каким-то операциям как работать с ошибками но это все связано с опытом личный опыт момент обучения происходит в то давлении вот здесь на личном опыте потому что первое у нас идет конечно же вверху бы это просмотр видео уроков вот видео то есть видео урок и я пишу их что меня отличает от других очень простые простым понятным языком но как прорастание кода вас идет через личный опыт когда ну представьте все это довольно просто мы посмотрели видео по спискам и уже набираем до операции на списком питон мы набираем да я говорю допустим функция листов да когда человек набирает первое что он во первых уже понимает что это для него не просто скобочки а это и есть список да он уже понимает он понимает что он нашел он знает зачем это искал и он начинает прописывать код просмотра мало писать код прописывать прописывать и вот в этом разделе я начал который показывал ранее начал собирать вопросы которые в принципе нужны то есть все они в основном касались конечно же работы функции там есть даже написание программы и так далее и так далее то есть то что надо знать в языке ребята момент важный однозначно то есть работу функций это там включая аргументы включая функции использовать другие функции включая методы и не методы правильно а включая действия да с типами данных в пределах функций то есть вот эти алгоритмы их надо знать от и до и то есть раз проделать мало два проделать мало но вот этот метод был использован на сайте kotlin то есть там в центрах стали вообще функции да и когда вы работаете в пределах функций то ваше обучение идет намного эффективнее казалось бы смотрите личный опыт дальше поиск да и да поиск получается пользоваться пользование справкой и сама справка сама справка да то есть я постоянно уже ранее чуть рассказывал в этом видео да что мы постоянно должны работать справкой но для начала идти от кода справки придет момент и вы сможете просто читать справку и понимать это происходит то есть смотрите что период становления включает в себя определенные четкие пункты на самом деле я не хочу вас пугать но я сейчас начал составлять в принципе список знаний ну в среднем для программиста это включает там допустим там питон джанг какие-то библиотеки другие языки но мы не должны отвлекаться от главной цели ведь основная же цель какая чтобы человек смог писать абсолютно на любых языках сходу и когда мы в принципе внедряемся в это когда мы начинаем изучать два языка этот процесс пошел я не буду сейчас продолжать я просто показал что становление должно быть очень конкретным давайте посмотрим просмотр видео и и вы знаете есть ребята которые просмотрели видео и пошли дальше это ничего не дает ребята просмотрели видео и проделали раз два три со своими переменными вы должны четко знать что вы понимаете что вы делаете потом мы говорили о плане нет плана вам будет сложнее вы будете как бы идти куда-то куда вроде вас бусиновск куда-то ведет но у меня ведь я пишу уроки с определенной целью но восприятие этих уроков оно по-разному но когда вы посмотрели допустим видео и составили как торы да для себя план он сам будет понимать что он и зачем будет изучать изучение двух языков на этом это основа системы потому что это вы выведет к любым языкам и вот этого момента путаница не надо бояться работа за справкой я уже говорил да база личный опыт то есть самостоятельная работа должна должна занимать ну процентов сорок точно и то что в вопросах вот там допустим проделал осачи да домашние задания не надо смотреть надо делать вот мне понравилось Володя Фомичев он там осачи себе сделал Володя Фомичев себе сделал сделали выводы вот это и есть рост рост да и помните что личный опыт и поиск когда вы работаете над определенным материалом у вас голове каждый раз складируется 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 помните что проходит время когда вы как бы набираетесь этого опыта но если этого не делать никогда не будет всегда будете в состоянии ага понимаю написать не могу вам это надо не надо здесь я мог бы продолжить но не буду уже долгое видео третье мы подключим рынок да то есть грубо говоря вот на сегодняшний день там востребуем в жанга то 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 в python то 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 нам понадобится gc то есть мы тогда понимаем что в жанга надо добавить gc и многое многое другое так вот и теперь вернемся к верху да к верху для себя я сказал что надо разобраться в дизайне по сути дела это надо очень хорошо мы разберемся я вас красоте может не научу но логике работы с контейнерами научу на полную катушку да вот как мы говорили в начале вторая система то есть сегодня вот эта система она есть голове она есть школе но теперь надо вложить надо вложить в новый сайт и я сказал что делать я буду с вами вместе то есть то что я запланировал как бы я разрабатываю но я этим делюсь конечно же это будет иное вы будете получать сразу опыт да который и хотели чтобы нам вот это вот становление как бы мы продлеваем да еще добавляем один пункт то есть как тут правильно выразиться реальная разработка ну в общем то что надо это в реальных приложениях да потому что но уже не буду путать много сказал и так все это видео я затеял за того чтобы что я вот в этой статье поделился мыслями да основная мысль такая теперь я хочу в школу добавить методику как вырасти востребованного программиста то есть востребованного во времени но в любом случае человек который способен писать на любых языках да ну по надобности как сделать то есть схематично я вам показал да то есть то что действительно работает и вот прочитав статью теперь да вот после просмотра этого видео вы возьмете свое но оцените я теперь просто знаю что это правильное решение потому что я же вам рассказывал я сяду думаю так не буду писать урок и буду переписывать сайт и когда вот будет читать кстати увидите нюансов то море а как лучше делать то проще всего дать домашнее задание посмотреть что будет делать ребята ага вот тут у нас минус вот тут минус и на реальных этих минусов делать упор то есть То есть, вот такой стиль работы помогает, во-первых, ребята школы продолжают расти, но уже намного больше шаги. Во-вторых, минусы видны, и в школу можно вкладывать вот эти минусы, которые потом обращаются в плюсы. То есть, чтобы вот эти провалы убирались. Это классно, да? То есть, на это обращать внимание в уроках, на это на том-то. А что-то надо делать в пунктном и меню, потому что вот как про справку говорил, да? Про справку говорил. И Миша Беляковский услышал, кто-то не услышал. Кто-то просто не услышал. Почему? Потому что, ну нет, сейчас в голове вот этого, потому что оно еще не вложно, да? Просто Миша тогда вот пошел на курсы закончил, у него это как-то уже вложилось. А пришел новичок, у него не вложно. Но если, допустим, создать раздел Jupiter, то уже хочешь не хочешь, это уже реальность, да? И этим начинает человек заниматься, и на выходе он легко начинает использовать справку. А значит, он открывает любой материал и смотрит. Когда он, допустим, изучает два языка и уже изучает на уровне, как мы говорили, программирования, то он уже способен, я наблюдал за ребятами, открывают GC, открывают OT, начинают использовать, а вот тут так, а вот посмотрите, а это родилось там в плюсах, а это родилось там. То есть пошел этот процесс. Ребят, я прошу, что вот именно прощение, потому что это был порыв, да? Вот то, что вот сейчас вот такое решение пришло, и вот вы, наверное, меня услышали. Каждый, конечно, услышал свое, поэтому не ругайте. Я старался быть последовательным, но все-таки эмоции немножко перегибают, потому что, ну, знаете, как вот складывается картинка, и думаешь, боже мой, столько вот лет работаешь над этим, да, это понятно, это понятно, вот чего-то не хватает. Не хватает, не хватало всего лишь маленького отклика от реальности, да? То есть от совершенно реальных ребят, чтобы увидеть, на что надо делать упор. Ну, в любом случае, кто начал с этого видео, начинать надо с сайта spb-retout.ru. Алгоритм такой, я рекомендую. Ребят, запишите, кто хочет, запомните. Даже не важно, вы будете в моей школе или в какой-то другой. Начинаете изучать, да? Когда пошли там первые уроки, вы совсем ноль. Дошли до функций. Прошли, не дошли, а прошли функции. Прошли функции раза четыре. Мы будем разбираться еще дальше. В школе есть... В школе сразу переходите, этот раздел еще будет расширен, то есть к разделу практика Python OP. Вот здесь он пока. А там будет уже в отдельном меню будет немножко другой алгоритм. И начинаете заниматься самостоятельно. В это же время, в это же время. Начинаете изучать второй язык. Прошли функции. Самое главное было зацепить функции, чтобы... Потому что функции это основной механизм, да? И начинаете работать с языком программирования Kotlin. Ребят, ведь Kotlin почему-то думает, что... Я сам когда-то так думал, что это язык для написания мобильных приложений. Ребят, а черта с два. На этом языке можно написать сайт, и мы будем работать. На этом языке можно написать сам сервер. Это вообще уникальный язык статической типизации, который работает со скоростью Java, но при этом прост. Ребята, Skotlin, хотя он полностью интегрируется в Java и обратно, выбросили все сложные конструкции, выбросили повторение кода, а вложили принцип Python. То есть, сразу пишу, получаю результат. До безобразия, то есть, развили функциональное программирование. По максимуму, взяв все лучше от других языков. Ребят, ну, настолько круто. Но помните, что вы изучаете Kotlin, и для того, чтобы писать мобилы, и для того, чтобы выйти на уровень программирования. Я же сказал, что как только изучаете два языка, вы вынуждены будете анализировать. Услышали меня, дошли до функции, погнали это. Ну, а мы с вами, последнее, что я хотел еще рассказать и показать даже. Мы с вами начнем продолжение. Мы с вами клиент SMS. SMS-ка здесь ни при чем. Просто сам смысл, смотрите, очень удобно. Самое важное решаемый вопрос, который надо решать, это добавление видов контента. Я и сам частично в курсах, когда писал, писал эти вещи. Но здесь то, что сделали эти ребята, это сделали, вот как они правильно писали, программисты для программистов. То есть, это не та SMS, которая, ее можно полностью использовать, но смысл, что можно брать любой кусок этой SMS и вставлять. И вот здесь, смотрите, в одной статье, пожалуйста, хотим HTML-код добавить, добавляем, хотим добавить Mark Daven, добавляем, хотим добавить просто обычный текст, добавляем. И этих плагинов, я буду давать домашнее задание, будете писать. Будете писать новые и новые плагины. Потому что решение задачи контента это наиважнейшее. И вот это как раз нас очень хорошим, мощным таким вот стимулом, потому что вы сразу получаете богатый функционал. То, что проделали ребята, это надо несколько лет работы. Но вся крутизна в том, здесь, почему я решил вот это включить. Ну, во-первых, я это хочу заменить феи на SMS, потому что это эти вещи, чем самому писать, можно вырвать оттуда и встроить. Дай сюда. Смотрите, модели пишем абсолютно как это в Django. И SMS просто, так как мы используем класс, это встраивается. То есть, вот это мы рассмотрим. Но кроме этого, ребята предлагают очень интересные вещи, и я над ними задумался. Это... Сейчас я не покажу, здесь его нету. А может где-то есть. Вот тут, по-моему. Или нет? А, они предлагают очень интересную вещь, то есть, немножко переосмыслив структуру приложения. Она здесь очень интересно составлена у них, то есть, тема идет отдельно. Дальше идет модуль SMS, да, который включает основной. И дальше пошли приложения. Приложение, да, то есть, как бы, сам проект изначально разделен на три части, что очень удобно и нет никакой путаницы, да. То есть, темы, да, где мы, в принципе, закладываем базу, да, шаблонов. Второе, само ядро SMS, в принципе, вполне логично, то есть, ядро, да, системы, которое мы можем усложнить. Ну, в данном случае у них здесь находится пейдж, да. И дальше пошли приложения, где мы можем написать уже само приложение, что он делает, то есть, добавление страниц, добавление контента, дописать некоторые плагины, которые мы хотим, все это. Я думаю, вот это интересное поспорить для начала. Почему? Потому что нам-то дальше надо перейти к более сложным вещам. Потому что все добираешь, добираешь, но хочется показать типы контента, это крутейшая вещь. И, в принципе, сейчас все складывается, потому что в данном случае мы с вами получится, что будем и уже писать сайт, и уже иметь интересные приложения, но будем делать полезную вещь. Ведь каждый из вас что-то хочет написать, и вы будете уже подбирать типы контента и писать плагины под себя. То есть, эту выгоду получает каждый, да, а вместе мы наработаем интересный опыт. А потом я возьму то, что мне надо, каждый из вас возьмет то, что вам надо, но вместе это интереснее, да, согласитесь. Вот именно для этого я писал это видео, то есть, момент вот этой продуктивности проговорить. Все, ребят, все получится. Спасибо за доверие. Спасибо. 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 Спасибо.